Посол Китая во Франции назвал Крым исконно-российским, Михаил Подоляк сказал, что это абсурдная версия, в Евросоюзе раскритиковали заявление посла о Крыме и постсоветских странах. Можно ли это считать позицией Китая? Вы знаете, сейчас это как раз выясняется. Это очень интересная вещь, потому что я работал на этом канале ЛСИ до сентября этого года. Я знаю Даюса, кстати, его называют швейцарский журналист. Он действительно родом из Швейцарии, хотя у него происхождение иранское. Но он гражданин Франции, он живет во Франции, работает на французском телевидении, то есть он французский журналист, а не швейцарский. И он вообще гениальный человек, который делает абсолютно интересное интервью. Он, кстати, интервью делал с супругой президента Зеленского. В Киев он приезжал и с многими руководителями администрации президента и министрами украинскими. И его интервью, конечно, оно сейчас стало во главе огромнейшего геополитического скандала. Сейчас из этого интервью разрастается огромный скандал, потому что этот посол, он, кстати, уже не первый раз выступает у Дарьюса. Он там выступал в этой природе. Каждый раз это, конечно, скандал, потому что Дарьюс, вы знаете, он очень интересный журналист. У него эмпатия совершенно восточная. То есть в него влюбляешься, вот любой человек, даже вот там враг, который сидит напротив него, не может с ним ругаться. Вот единственный человек, который с ним ругается, это китайский посол. Потому что Дарьюс с такой улыбочкой, с эмпатией задает жуткий ему совершенно вопрос про уйбуров, про Тянаймэнь, про Тибет, про то, про что китайцам никто не говорит. Допустим, в России им никогда не говорят про эти вопросы. Только во Франции задают. Вот. И его, каждое интервью, это событие. А вот это полное событие, потому что, естественно, сразу он там наговорил про страны Балтии. Вот. Всех китайских послов в странах Балтии вызывали в МИД этих стран. Они уже вообще, на самом деле, ставят вопрос о сохранении или не сохранении дипломатических отношений с Китаем. Вот. Во Франции тоже, значит, вызвало это интервью, значит, МИД Франции высказал недоумение и Елисейский дворец. С китайского, с сайта китайского посольства, китайского Министерства иностранных дел убрали уже это интервью официально. Вот я сегодня с утра видел. Потому что я Дарьюс как раз писал по СМС-ку, типа, ну ты в очередной раз делал классное интервью. И оно теперь провоцирует такой скандал, потому что, на самом деле, это интервью совершенно замечательно, потому что он не только сказал вот там про Крым и про страны Балтии, но он вообще сказал такую общую фразу, что все страны, которые появились на костях Советского Союза, их международный статус не урегулирован. То есть, дальше мы сделали паузу, Российская Федерация. Российская Федерация появилась на костях Советского Союза. То есть, китайский посол сказал, что в Российской Федерации не урегулирован ее международный статус. О чем, кстати, украинская делегация в ООН об этом говорит каждый раз, когда у нее есть возможность. Российскую Федерацию никто в ООН не принимал. То есть, не было решения о принятии Российской Федерации в Организацию Объединенных Наций. Просто Российская Федерация пришла и де-факто села на место СССР и сказала, что мне теперь принадлежит это место. И все умылись. Она написала просто такое письмо генеральной генсеку ООН и информировала его о том, что со следующего понедельника на этом месте сидит Российская Федерация, поскольку она сама себя провозглотила преемником Советского Союза. Однако, это решение никакого в ООН не было и никакого голосования по членству Российской Федерации в ООН не было. То есть, на самом деле, этот посол, он запустил жуткий совершенно механизм, который аукнется еще этой самой Российской Федерацией, прежде всего. Ну и плюс он аукнется и Китаю, потому что Китай, естественно, когда все это дело происходило в 1991 году, он, во-первых, признал статус всех государств, которые возникли при распаде Советского Союза. Он заключил с ними дипломатические отношения, он признал Крым в составе Украины по состоянию в 1991 год. Он не признал аннексию Крыма в 2014 году, и он выступает за суверенитет всех стран в соответствии с АПТИ и ООН и в соответствии с международным договором. И, в общем, этот посол, строго говоря, наверное, его либо убьют, либо отзовут. Продолжение следует...